3 июля в неделю третью по Пятидесятнице православные христиане молитвенно прославляют Собор Одесских Святых. Празднование Собора Одесских Святых решил установить Священный Синод Украинской Православной Церкви в 2006 году. В сон святых включены праведники первого века и до наших дней. Святые Одесской земли молитвенники и заступники претерпели много скорбей, лишений и гонений. Многие из них приняли мученическую кончину. Так священномученик Григорий V, патриарх Константинопольский, несмотря на то, что турки препятствовали распространению христианства, ремонтировал старые и строил новые православные храмы, призывал народ не изменять вере христианской. Милосердие его не имело предела. Все свои доходы, за исключением издержек, необходимых на содержание патриархии, он раздавал бедным и сиротам. Его нетленные мощи долгое время покоились в Святотроицком соборе города Одессы. Священномученик Анатолий Одесский окончил свою жизнь в лагере Республики Коми. Он был выдающимся иерархом православной церкви, замечательным историком и богословом, неутомимым борцом с расколами. Перед самой кончиной мучители пришли с требованием отдать Евангелие и нательный крест. Евангелие силой отняли, но когда хотели сорвать и нательный крест, святой возвысил свой голос, из последних сил перевернулся на грудь и, держа обеими руками нательный крест, предал свою бессмертную душу Господу Богу. Одним из небесных покровителей города Одессы стал и великомученик Иоанн Сачавский, пострадавший за Христа в XIV веке. Святой принял мученическую кончину в городе Акермани, расположенном неподалеку от Одессы. Впоследствии его святые мощи были перенесены в город Сачаву, тогдашнюю столицу молдавского княжества. Праведный Иоанна, одесский чудотворец, один из величайших подвижников XX века. Он явил в своем житии много различных образов святости, был обличителем обновленческого раскола и прекрасным проповедником, ревностным миссионером и питателем бедных, суровым аскетом и любящим отцом. Он получил от Бога власть целить раненые души и телеса страждущих. Святость жизни и духовная сила преподобного Гавриила Афонского у строителя подворья свято-илиинского скита в Одессе привлекала к нему много верующих. Он оставил нам великие святыни, стопу святого апостола Андрея Первозванного, чудотворную икону Пресвятой Богородицы Млекопитательница с частицей ризы Христа Спасителя и частицей хитона Пресвятой Богородицы. Преподобный Кукша имел от Бога дар врачевания душевных и телесных недугов. Имел он также и дар духовного рассуждения и развлечения помыслов. Всю жизнь свою служа людям, преподобный Кукша Одесский и сейчас пребывает в молитвенном представительстве за мир пред престолом Божиим. Новомученики Ануфрий, Прокопий, Геннадий и многие другие, пройдя через все жизненные испытания, своей непоколебимой верой, твердостью духа, смирением и терпением преодолели все козни врага и сейчас находятся в селениях праведных, вознося за нас свои молитвы. С течением времени не исчезает живая память об угодниках Божиих, которые оставили для нас дивный образ верного воина Христова. Православные христиане обращаются в молитвах к праведникам и ощущают их духовную помощь и заступничества.